Во Владимире дома на четырех улицах на несколько часов оставят без газа. Произойдет это 4, 5 и 6 сентября. В разные дни жители нескольких домов на улицах Егорова, Верхней Дуброви, Юбилейной, Суздальскому проспекту не смогут воспользоваться голубым топливом с 9 утра до 16.00. Это связано с ремонтом, сообщили в пресс-службе мэрии города. Адреса, по которым будут вестись работы, можно посмотреть на нашем сайте 6tv.ru. Во Владимирскую область привезли вакцину от гриппа. Минздрав региона сообщает о поступлении 270 тысяч доз и рекомендует жителям области не мешкать с защитой своего организма, пока не начался гриппозный период. Привиться можно в медорганизациях и гипермаркете на Суздальском проспекте, 28, по вторникам и четвергам с 10 утра до 14.00, начиная со следующей недели. Взрослых будут вакцинировать севигриппом и ультриксом квадри, а детей ультриксом квадри. Последняя названная вакцина четырехвалентная, значит, может уберечь от четырех различных типов вирусов гриппа. Однако ее завезли в регион меньше, чем севигриппа. Он трехвалентный. Кроме того, жители региона призывают вакцинироваться и от пневмококовой инфекции. В сентябре в область завезут вакцину и против новой коронавирусной инфекции. В Юрьевце на пересечении Ноябрьской и Институтского городка улучшают светофор. Его оснащают дополнительными секциями. Работа согласовались с дирекцией федеральной трассы М-7. Специалисты заменили распределительные коробки, установили дополнительные секции на транспортные светофоры, заменили кабельную линию между опорами к светофорной консоли. В результате режим работы светофора изменится с учетом дополнительных секций. Одна будет разрешать левый поворот к институтскому городку со стороны Москвы, вторая – правый поворот при въезде в микрорайон со стороны Владимира. Во Владимире открыли сбор пожертвований на памятник Пушкину. Вся информация есть в сообществе в соцсетях, посвященном этой теме. Как сообщает идейный вдохновитель проекта, священник Воскресенского храма во Владимире Евгений Липатов, собрать неравнодушным к пушкинской теме гражданам нужно около 4 миллионов рублей. Предпроектное предложение памятника уже готово. Им занимался известный скульптор Игорь Черноглазов. Напомним, Шестой канал неоднократно рассказывал об отсутствии памятника Александру Пушкину в центре Владимира. Эту тему много раз поднимали и общественники города. Установку памятника в центре Владимира анонсировали еще в 2011 году. Тогда в Пушкинском сквере открыли закладной камень, однако пока сам памятник там так и не появился. И вот теперь дело, кажется, сдвигается с мертвой точки.